Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баракату, братья и сёстры. Представьте себе такую ситуацию. Вам предоставляется возможность посетить самого высокопоставленного чиновника, который может решить ваши проблемы, и вам предоставляется возможность попросить у него всё, что вам необходимо, и всё, о чём вы мечтали. Так вот, дорогие братья, я хочу в связи с этим напомнить и себе, и всем остальным, об очень важной сунне месяца Рамадана. Точнее сказать, о великом шансе, который постящийся получает в течение всего месяца Рамадана при разговении. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, в хадисе сказал, «Инна лиса ими инда фитрихи, фиинда фитрихи, дарвата ма турад». Поистину, у постящегося есть мольба, которая не отвергается. Когда приближается время ифтара, не думать о еде, смотря на часы, не готовиться сесть за стол, а в первую очередь, прежде чем это сделать, в ожидании ифтара, за несколько минут хотя бы вспомнить об этом великом шансе попросить у Всевышнего Аллаха из глубины души. Ибо этот момент, когда мы больше всего ощущаем свою нужду в своем Господе, это тот момент, когда мы больше всего смиренны перед нашим Творцом. Это самый подходящий момент для того, чтобы обратиться ко Всевышнему Аллаху с нашими мольбами, с нашими просьбами. И именно этот шанс, такой особый шанс предоставляется нам ведь именно в месяц Рамадан. И поэтому недостаточно для того, чтобы попросить у Всевышнего Аллаха просто перечитывать какую-то дуа и считать, что вы что-то попросили у Всевышнего Аллаха. Дуа, мольба – это то, что исходит из нашего сердца, из глубины нашей души, ощущая свою нужду в своем Создателе, свою смиренность перед нашим Господом. Это и есть дуа, это и есть мольба. Именно об этом идет речь, когда посланник Аллаха саллиллаху алейхи васаляма сказал поистину у раба во время разговения есть мольба, которая не отвергается. Да сделает Всевышний Аллах нас из числа истинных его рабов и простит нам всем наши грехи. والс-саламу алейкум в рахматуллахи в баракатуху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok